Есть, братья и сёстры, вопросы на засыпку. И учитывая, что идёт трансляция в интернете, я так понимаю, то всегда интересно, что же скажут братья из центра. Вопрос на засыпку, правда, адресован, ну, на меня перевели стрелку. Ваше отношение к харизматии. Что это? Лжеучение, ересь или что-то иное? Можем ли мы считать харизматов братьями, а их лидеров из НП? Ледяева. Братья и сёстры, есть вещи, которые я говорю, выражая точку зрения братства, я постараюсь её озвучить, есть вещи, которые я говорю, выражая собственное мнение. И поэтому прошу быть снисходительными ко мне. Харизматическое движение – это явление, рождённое, наверное, начиная с 60-х годов, 70-х. Это как раз движение, духовное движение, где делается особый упор на Личность Духа Святого. Это движение, в котором отстаивается необходимость проявления даров в современной церкви. не обязательно говорения на иных языках, но даров, которые перечисляются в Первом Послании Коринфянам, в Послании Римлянам. Что я хочу сказать, братья и сёстры? Моё мнение. Во-первых, в харизматическом движении оно неоднородно. Неоднородно. И иногда мы путаемся в терминах, что понимать под харизматической церковью. Вы знаете, есть церкви, где немножко более бодрое ритмичное пение, где люди поднимают руки во время молитвы или пения. И для многих из нас это становится поводом, чтобы сказать, ой, это харизматы. Не всегда так, братья и сёстры. Есть современные церкви, где практикуются современные формы прославления. В нашей церкви на утреннем служении поёт хор, на втором служении поёт группа прославления. И, как я уже сказал, не все могут вмещать всё. Одним кажется очень громким, резким и ритмичным пение группы прославления, другим, ну, как-то вот не вмещается наше классическое хоровое пение. Но есть, конечно, явление, которое выходит за рамки, особенно вот лидер, который был упомянут. Я думаю, что у нас есть серьёзные основания для того, чтобы называть друг друга братьями. Есть серьёзные основания. Есть важные критерии Слова Божия, которые являются определяющим для нас в нашей традиции, в нашей практике. Я хочу сказать вам, что церковь Христова изначально, она не всегда напоминала церковь евангельских христиан-баптистов. Это надо понимать. Если вы, читая первое послание Коринфянам, не видите, что богослужения в Коринфе больше напоминали богослужения харизматической церкви, брат и сестра, это так. Это было спонтанное служение, где практиковалось говорение на иных языках, где не было заранее подготовленного служения, у кого есть псалом, у кого есть слово, делись. Во многом это служение могло напоминать то, что мы видим в современных писятнических христиан-баптистических церквах. Но одновременно с этим апостол Павел вносит коррективы, которые вносили бы некоторую здравость в богослужение. Бог не есть, Бог не устройство. Он, не желая разрушить то, что есть, дает советы, которые нам, евангельских христианам-баптистам, кажутся не до конца, знаете, по-нашему. Почему так Павел поступает? Чтобы не потерять других братьев. Он говорит, братья, не беспокойтесь, я более всех вас говорю языками. О, говори, брат. Павел говорит, дерзайте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Если нет истолкователя, молчи, говори себе и Богу. Другими словами, в ранней церкви есть уже ясные признаки того, что увлечение харизмой может приводить к неуправляемости, в некоторых случаях к заблуждению. Что я имею в виду? Иоанн пишет послание. Общине, в которой он был. И вот там он предостерегает против неуправляемой харизмы, когда говорит, не всякому духу верть, но испытывайте духов. От Бога ли они? То есть, не всякий, говорящий мне, Господи, Господь, не всякое духовное переживание может выражать истинное поклонение Богу. Иоанн предупреждает о том, что мы можем попасть под влияние Духа Обольстителя. И вот вам пример. В нашей церкви есть брат. Я не знал, кто он такой был. Меня спрашивают, ты знаешь, кто этот брат? Я говорю, да не знаю, ходит на собрание к нам. Оказывается, это пастор, некогда пастор, преуспевающий харизматической церкви. Я тогда спрашиваю этого брата. Слушай, мне говорят, что ты был пастором церкви. Да? Почему ты к нам ходишь? И вы знаете, его свидетельство, оно было и интересным, и таким удивительным для меня. Брат уверовал совершенно искренне. И вы знаете, долгое время он был под влиянием определенного Духа. Этот Дух приказывал ему часами молиться на языках. И это доводило его до иступления. На богослужениях они перестали читать Слово Божие. И все богослужение было только так называемыми пророчествами. Этот брат заставлял записывать эти пророчества, вывешивал на стенах, чтобы все читали. Кончилось тем, что сами братья в этой церкви вызвали скорую помощь и отправили его в психушку. То есть он вышел из себя. Его поведение стало неадекватным. И вот этот брат свидетельствует единственное, что его спасло. Каким-то образом, когда его уже забирали, он схватил с собой Библию. Братья и сестры, я сейчас не критикую, поверьте мне. Я пересказываю свидетельства. И вот этот брат говорит, там впервые я стал читать молитву Отче Наш, которая вернула мне, которая избавила меня от этого состояния безрассудства. Я говорю, что ты хочешь в нашу церковь? У меня период духовной реабилитации. Братья и сестры, если вы меня спрашиваете, мое мнение, можно ли считать за братьев? Опять, здесь очень широкий спектр, неоднозначный спектр того, что мы встречаем в харизматическом движении. И в доме Отца. Ну, обителей много. Я думаю, что мы впадаем в крайность заблуждения, когда считаем, что мы единственная церковь, которая будет спасена. Нет, брат и сестры. И я считаю многих, знаете, это опять в моем личном мнении, я считаю их за братьев. Иногда за двоюродных. Но, братья и сестры, отвечая на этот вопрос, знаете, у нас нет никакого основания подвергать здравости свое собственное наследие. Я вижу, знаете, дайте скажу для баланса, о чем уже сказал, что мы боимся упоминать личность Духа Святого на наших собраниях. Кто нам, знаете, кто это узурпировал, Духа Святого так, что, знаете, мы считаем, что это их. Нет, брат и сестра, это наш. Наша крайность в том, что иногда, знаете, впадаем в законничество. Утрачиваем биение божественного пульса, что Дух говорит церквам через слово Писания. Об этом нужно ревновать. Много сказал, не знаю, ответил ли я на вопрос, но вопрос неоднозначный. Там идут процессы в этих движениях. Тоже. У нас ушла одна церковь в харизматию. Это бывает, знаете, такой подростковый возраст, когда нас несет. Хотим воскрешать мертвых. Сейчас, смотрю, образумились. Даже пресс-фитер говорит, мы как были баптистами, так и остаемся. Ну, мы, правда, их не считаем такими. В доме отца обители много. Братья меня поправят. Продолжение следует... Продолжение следует...